Начнём с задачки. Мы в прошлый раз рассматривали распределение Максвелла. Исходя из распределения, мы возьмём распределение по скорости. В от В до 3В равняется М, делённое на 2ПТ, это дробь в степени 3 вторых, Е в степени минус МВ квадрат, делённое на 2Т, Д3В. Вычислить. Среднее от ВХ. Вычислить, то есть не ссылаясь на теоремы, довести до ответа. И исходить именно из того, что здесь нарисовано, а не из чего-то другого. Если нужно другое, получите. Имеете право перейти в любое распределение, но перейдите на бумаги, а не цитируйте. Получите. То есть слово «получите» здесь неуместно. Получить можно разными способами. Вычислите. Претендент только один. Будете рассказывать? Тогда я попрошу всё равно рассказать. Так, бумажку с задачей в руки и вперёд. Одного балла не заработал никто, и причина в этом элементарно проста. Вы дальше первой производной не пошли. А это было зря. У нас был химпотенциал, картинку рисовать не надо. Правильно? И мы должны были построить, узнать общие свойства его графика как функции температуры. Правильно? При фиксированном давлении. Значит, начинаем с дифференциала химпотенциала. Можем написать? Или скажем по-другому. Производная химпотенциала по температуре чему равна? Было это у вас в листочке? Так, потенциал гипса и химпотенциал как связаны между собой? Да? Есть такое дело. Дифференциал же знаем? Нет, сюда глядеть будет бесполезно. Надо его из других соображений позаимствовать. По определению мы вводили потенциал гипса. Из этого следовало, как выглядит его дифференциал. Если лекции в руках, то там... Так, хорошо. Тогда как вводится потенциал гипса по определению? Откуда берется? Что этому предшествует? Ну, станцуем от самой печки. Мы, рассматривая потенциал размерности энергии, начинали с внутренней энергии. Это было получено из первого и второго начала термодинамики, в объединении. После этого, зная внутреннюю энергию, следующий потенциал, который мы построили, была свободная энергия. Как это выглядело? Пишем. F есть. E минус ТТС. А после этого, зная свободную энергию, мы построили потенциал гипса. Как? F плюс ПВ. Это ради того, чтобы в роли внешнего параметра вместо объема получить давление. Замечательно. Так вот, располагая этими сведениями, что можно сказать про дифференциал? Ну, хотите внутренней энергии, хотите свободной энергии, хотите сразу потенциалы гипса. Если танцевать от печки, то начнем с внутренней энергии. Значит, откуда она, где она упоминается, в каком алгебраическом выражении? Да, там дифференциал Е. Ну, если первое объединить со вторым, то да. Поехали. Ну, и еще одно слагаемое, на самом деле, связанное с изменением числа частиц. Совершенно точно. Теперь, если мы используем здесь второе начало для обратимых процессов, то ΔQ заменяется на ТТДС. Тряпка в руке и вон она. ТТДС. Замечательно. Теперь, вот у нас дифференциал Е, а выше на строчку определения свободной энергии. Из этого что получится для ДФ? Так, получится здесь минус СДТДС. Да, то есть дифференциал F будет очень похож. Тряпка у вас в руках, поэтому вы можете все очень быстро сделать. Минус СДТДС. И дальше все по-прежнему. Теперь потенциал гипса. Это F плюс ПВ. Да, значит, так и сделаем. И вот перед нами дифференциал G. Ну вот, теперь следующее движение состоит вот в чем. Потенциал гипса в добавок это еще и мюн, правильно? Значит, дифференциал G это еще дифференциал произведения. Ну вот давайте напишем в продолжении этой строки. И вот теперь возникшее последнее равенство и надо будет рассмотреть. Так, так, тогда только это сотрем, потому что иначе уже равенство нарушится. И на N поделим, и внешние поля выключим. Да тут можно все стереть, оно уже не нужно. Ну вот и славно. Теперь S на N это удельная энтропия, а V на N это удельный объем. Все. И теперь мы рассматриваем задачку для химпотенциала, когда давление фиксировано, а температура меняется. Значит, как мы обсуждаем графики? Мы рассматриваем первую производную на убывание и возрастание, правильно? Для этого нужно первую производную посмотреть. Там же экстремумы ловятся. А если посмотреть на вторую производную, у вас будет выпуклость графика сориентирована. Ну так вот мы это и должны сделать, больше ничего. Два шага. Первая производная, да мё по дт, чему равняется? Ну, просто напишем, P есть константы, да и без этого частная производная, мё по дт. При постоянном P равняется, а знак, нет, лучше тряпкой, чтобы знак был виден как следует. Так, замечательно. Знак энтропии при положительных температурах какой? Значит, этот результат меньше нуля, значит, убывающая функция. Так, ладно. Вторая производная, займём вот это. Так, а продолжая, а это что за вещь? Если я беру производную энтропию по температуре при заданных условиях, я что получаю всегда? Теплоёмкость, делённую на температуру. Значит, равняется минус такая же теплоёмкость, каковы были условия вычисления. Так, хорошо. Тето у нас знак какой? Судя по графику, там была положительная температура. ЦП больше ЦВ, а ЦВ? Значит, вот и всё. Значит, выпуклость графика куда? Вверх, вниз? Вверх. Значит, тогда это график, выглядящий вот где-то вот так, да? Я просто не хочу рисовать на доске, а вот вы нарисуете. Так какие это точки? Точка 1 по вертикали между ними, а по горизонтали правее. Значит, убывающую функцию должны получить? Значит, только 2. И выпуклость вверх. Значит? Самая нижняя. Да, седьмая. Вот и всё. 2 и 7. Такого ответа единственного не было ни у кого. Были варианты, где это всё упоминалось, но наряду с другим. Поэтому полного балла нету. Есть только плюс-минус. Всё, спасибо. Вам тоже плюс-минус. Он всюду выпуклый вниз, при любой температуре. Значит, он не может идти по прямой или выше неё. Так. Так что всё элементарно. Занимаемся распределением Максвелла. Значит, сейчас мы соприкоснёмся с задачками 54 и 56. А, нет, 54 и 56. Ну, собственно, и 55 туда же относятся. Формулировка. В 54-й подсчитать среднее число частиц классического идеального газа, которые падают за секунду на квадратный сантиметр поверхности стенки. Ну, дальше оценить и так далее. А в 56-й оценить среднюю в расчёте на одну вылетающую частицу энергию частиц идеального газа вылетающих в вакуум из небольшого отверстия. Это, в общем-то, по технике родственные задачки. Что-то из них наверняка будет на экзамене. Так что, несмотря на, может быть, кажущуюся громоздкость, их надо уметь довести до конца. Нарисуем картинку. Вот у меня граница, стенка сосуда, в котором находится этот газ. Газ находится слева. И теперь вот в этой границе устроено отверстие S. И надо выяснить, ну, для начала, сколько частиц через эту площадку уходит в вакуум за заданный интервал времени. Ну, пусть этот интервал у нас DT. значит, ради удобства введем ось Z по нормали к площадке, наружу. И теперь потихонечку сконструируем нужный нам результат. Пусть скорость частицы равна V. Ну, на самом деле не точно V, а в окрестности D3V около выбранного вектора. Первый вопрос, который возникает в связи с этим. Из какой пространственной области за это время на эту площадку придут частицы с этими скоростями? Откуда? Ну, вот из какой геометрической фигуры? Так. Цилиндр, конус, еще. Так, ну, если конус, то ось, если цилиндр, то ось. Как сориентирована ось? По V. Цилиндр. Потому что те частицы, которые, допустим, будут в этом конусе, наверняка найдутся среди них те, которые промажут. То есть конус тут не поможет. Цилиндр. Какой? Прямой, наклонный? Наклонный, судя по всему, да? С осью параллельной V. С какой длиной образующей? Ведь если время задано, то издалека не успеют. V на DT. Значит, у нас получается цилиндр, опирающийся на площадку S, наклонный, с осью параллельной V и с длиной образующей V на DT. Ну, а дальше уже становится все намного проще. Смотрите. Сколько в этом цилиндре находятся частиц? Всяких, с любыми скоростями, но просто из этого газа. Что мы должны задать, чтобы ответить на этот вопрос? Концентрацию. Значит, если я умножу концентрацию на объем, а это будет VZ DT умноженное на S, верно? Площадь основания на высоту. То вот здесь в квадратных скобках у меня стоит в среднем число частиц, которые жили в этом цилиндре. Правильно? Те частицы, у которых были скорости около V, из этого цилиндра за время DT вылетели. Сколько же таких частиц? Вот если их полное число это выражение в квадратных скобках, то сколько частиц с нужными нам скоростями? Так, вот это какие слова, если устно? Нет, интеграл это потом. И потом это не характерный ответ, здесь нужно другое. Но если у меня газ при заданном давлении и заданной температуре находится в объеме 1 кубометра, в объеме 2 кубометра, то из дырки, проткнутой гвоздиком, будет по-разному вытекать этот газ? Вряд ли. Нет, когда процесс зайдет далеко, времени пройдет много, да, там что-то начнет сказываться. Но поначалу абсолютно все равно. Все проще. У нас есть то, что называется определением, определение вероятности. Вот статистическое определение вероятности. Это что? Это отношение числа благоприятных событий к числу исходов при условии, что число исходов в бесконечности устремлено. Вот число частиц, сидящих там, это число исходов. Вот из этих частиц что-то может уйти через площадку. Правильно? Вероятность у нас известна. вероятность того, что скорость имеет заданное значение в интервале около вектора, это как раз W от V до 3V. И вот эта W от V до 3V есть дробь в числителе, которой стоит число благоприятных событий, то есть число вылетевших частиц, а в знаменателе число частиц, имевшихся в этом цилиндре, то есть число исходов. Значит, если я это выражение умножу на вероятность, я и получу число нужных мне исходов или там благоприятных событий. W от V D3V. И вот эта штука и есть число частиц с заданными скоростями, то есть в этом интервале, уходящих через площадку S за время Dt. После этого мы смотрим на тот вопрос, который там в задачнике. А нам все равно с какой скоростью они уходят. это могут быть любые частицы с любыми скоростями. что надо сделать? Вот этот результат проинтегрировать по скоростям, правильно? Но с каким ограничением, если справа вакуум? Если здесь пусто, здесь концентрация равна нулю. Концентрация равна N только слева. Какие ограничения на область интегрирования? Vz больше нуля. Вот и все. И тогда это число частиц уходящих за Dt через площадку S. Правильно? Ну, мы можем это назвать, благо здесь есть Dt числом частиц Dn. А если мы Dn поделим на Dt и еще и на S поделим, то это будет что? Это плотность потока числа частиц. Но плотность потока вектор, мы же говорим про введенную нами ось Z, то есть направление мы выдали, значит, это на самом деле проекция этой плотности потока на S Z. И вот ее-то мы ищем. И значит, судя по тому, что нарисовано на строчку выше, это интеграл по области Vz больше нуля, все остальное допустимо по скоростям. С подинтегральной функции на Dt и на S мы поделили, значит, осталось N Vz W от V D3V Вот и все. Если мы зададим себе другой вопрос, какое количество частиц покидает эту систему со скоростями, ну, скажем, Vz больше, чем заданное значение, значит, у нас изменится область интегрирования только и всего. И это довольно хорошо известная в свое время формула Ричардсона, которая связана с термоэлектронной эмиссией с поверхности любого катода. Вы греете катод, средняя энергия электронов в этом металлическом катоде возрастает, и, соответственно, большая доля может покинуть его. Поэтому холодные катоды это довольно редкая вещь, хотя и встречается. То есть при комнатной температуре тоже есть эмиссия. Но обычно, так сказать, в массовой продукции лет 50 назад все эти электронные лампы были с подогревным катодом, и вот благодаря этому шла эмиссия электронов довольно хорошо. А дальше у вас были сетки, которые управляли этим потоком частицы В, расправлялись с электрическим сигналом, усиливали, генерировали и так далее. Сейчас это становится достаточно абстрактной вещью по многим причинам, просто хотя бы потому, что электронных ламп почти уже не осталось в применении, кроме экзотических установок. Но формула жива. Теперь на самом деле интересно посмотреть на другую задачу, 56-ю. Рассчитать среднюю в расчете на одну вылетающую частицу энергию частиц идеального нерелективистского классического газа, влетающих вакуум из небольшого отверстия в стенке сосуда. Так, теперь все по порядку. Картинка та же. Вот небольшое отверстие в стенке сосуда, вот вакуум справа. И мы договариваемся, как мы будем дальше считать то, что тут заявлено. Я попробую сформулировать, как считать плотность потока уносимой кинетической энергии, но тоже в проекции на ось Z. Поделю ее на плотность потока числа частиц, и вот это и будет та самая энергия в потоке. Вот ее и надо посчитать. после этого возникает резонный вопрос. Вот если плотность потока числа частиц у нас вот здесь перед глазами, вот она, то как посчитать плотность потока ну, например, вот той энергии? Для этого мы вернемся вот сюда. Значит, то, что мы собираемся посчитать, плотность потока энергии, связано с энергией, которую можно записать, например, в виде mv2 пополам. Правильно? И значит, для частиц, которые обладают скоростью v или с разбросом в d3v около нее, это практически одна и та же величина. Правильно? То есть с точностью до поправки в виде малого параметра. Тогда, значит, ведущая слагаемая всюду одна и тоже mv2 пополам. И теперь мы глядим только вот мысленно закрывая этот интеграл на то, что здесь написано. Вот это все вместе это число частиц с такими скоростями, покидающих за время dt площадку s. И каждая с собой утаскивает mv2 пополам. Правильно? Значит, какую энергию они утащат? Число частиц, умноженное на mv2 пополам. Все. Стало быть, вот здесь я поступаю вот так. А вот теперь я интегрирую, потому что мне все равно какие частицы вытаскивают энергию. И если я теперь это все поделю на s и на dt, тут мы получали плотность потока частиц, а теперь я на s и на dt поделю, я получу плотность потока энергии. вот и весь рецепт. Ну, понятно, что s и dt сейчас тут же сократятся. И тогда вот здесь я напишу окончательную формулу. g e в проекции на ось z напоминает предыдущий результат, только появляется лишний сомножитель. mv квадрат пополам. А дальше все по-прежнему. n vz w d3v. Таким образом, вот там у меня известный числитель и знаменатель. Правильно? наивный вопрос. Что будет в ответе? Ну, примерно. У нас есть опорное число. Средняя энергия частиц вот здесь это 3 вторых θ. тетто. Так? А что будет здесь? Столько же больше, меньше и почему? Перерыв. Так вот вопрос. Что получится здесь? столько же, сколько в среднем 3 вторых тета? Больше или меньше? Наоборот. Больше. Здесь должно получиться 2 тета. Ну, почему именно 2 на пальцах не объяснить, а то, что должно быть больше, чем в 3 вторых тета, пожалуй, можно. Дело вот в чем. Вот в этой картинке у вас для каждой очередной скорости свой цилиндр. И значит, если скорость выше, с тем же направлением, то цилиндр длиннее. И значит, быстрые частицы уходят из большего цилиндра, чем медленные, с тем же направлением. А раз они уходят из большего цилиндра, то они, значит, выборка из большего числа частиц, и их больше, чем в самом распределении. То есть, допустим, доля частиц с определенными скоростями в заданном интервале 1% вот здесь вот в равновесии. Но поскольку мы их сравниваем с частицами, с другими скоростями, и их с большей скоростью больше, то значит уходит уже не 1%, а больше, чем 1%. И стало быть, большая скорость — это и большая энергия, и большая доля частиц. В равновесии большая энергия осталась бы, а доля частиц была бы неизменной. И поэтому здесь и должно получиться число больше, чем 3 вторых тета. Домашнее задание — посчитать. Так, а теперь давайте обратимся к достаточно длинной 57-й задаче. Найти нормированное распределение по полной энергии для системы из-за невзаимодействующих нерелитивистских частиц. Ну а дальше что-то еще посчитать впоследствии. Да, тоже. Но 53-й я, по-моему, в прошлый раз задавал. А, ну просто 53-й самым тесным образом примыкает к ним. Потому что там дисперсия относительной флуктуации, но тоже для проекции скорости, для модуля скорости и так далее. Значит, 53-й тоже идет на дом. 57. Значит, начинаем от печки. У нас n штук частиц, которые не взаимодействуют между собою, и заодно внешнее поле мы тоже выключим. И тогда немножко изменим терминологию. Тут сказано энергия E, пусть будет энергия E вместо гамильтониана H. E у нас сумма по E от единицы до n по E в квадрате, деленная на 2m. Верно? Больше ничего нет. Да, да, да. Просто вошли в обозначение этой задачи. Что мы делаем дальше? На самом деле сейчас это будет неким движением в обратную сторону в отношении того, как мы получали распределение Максвелла. У нас было каноническое распределение, из него мы получили распределение Максвелла. Сейчас в итоге мы получим тоже каноническое распределение, но отталкиваясь от распределения Максвелла для каждой частицы. Значит, откуда мы начинаем? Вот у нас есть выражение для энергии. Теперь вводим вектор P трехмерный. По определению, что это будет? Это будет вектор, у которого первые три проекции взяты из импульса P1, вторые три из импульса P2 и так далее. То есть, коротко, можно записать так. P1, P2 и так далее, Pm. Вот мы его определили. Значит, он действует для каждой из частиц в ее трехмерном пространстве, а все вместе это уже трехмерное пространство. Правильно? Теперь его устраивать можно по-разному. И я предлагаю устроить это трехмерное пространство так, чтобы каждое очередное подпространство было ортогонально ко всем остальным. Для чего? Я тогда квадрат в модуле этого импульса получу сразу. У нас не будет здесь никаких интерферирующих вкладов. Если я P1 помножу на P2, всего ортогональности я получу нут. Правильно? И тогда, значит, у меня получится, что P2 трехмерное – это просто сумма по E от единицы до m квадратов модуля импульса очередной частицы, P2. Ну и как следствие этого энергия E – это P заглавное, вот это P трехмерное в квадрате, деленное на 2m. Верно? Ладно. Что мы знаем дальше? Это пока просто были упражнения для того, чтобы более или менее компактно записывать возникающие формулы. А теперь давайте напишем вероятность того, что у первой частицы, это классическая система, значит, все частицы нумеруются, они различимы. У первой частицы импульс P1, у второй P2 и так далее. Естественно, каждый раз со своим разбросом D3P. ну и дальше что должно идти? Вот этот вот многомерный элементарный объем, так? То есть это D3P1 и так далее, D3Pn. Замечательно, чему это равно, у нас частицы независимые, когда получали распределение максимума, мы получили произведение таких распределений для каждой из частиц. Значит, здесь будет та же самая история. Это вероятность, это произведение вероятностей. Каждая из них это W от P до 3P. Собственно, второй фрагмент этого уже написан. Вот он, набор, вот оно, произведение этих элементарных объемов. А здесь должно быть произведение функции распределения. Правильно? И стало быть, я получаю нормировку. Во-первых, в каждом распределении сидит нормировка 2Pnθ в степени 3 вторых в знаменателе, а у нас n штук таких распределений, значит, здесь будет степень 3 вторых n. Следующее это экспонента. E в степени минус. И дальше для каждой частицы там стоит свое P квадрат на 2m и на θ. Правильно? Но я-то эти экспоненты перемножу, значит, здесь возникнет сумма. Сумма P от 1 до n P в квадрате, деленное на 2m θ. И дальше вот эти вот D3P. D3P1 и так далее, D3Pn. Следующее движение. Но судя по всему, вот здесь в показателе экспонента стоит энергия, деленная на температуру. Верно? Ладно. Так и напишем. Нормировочный множитель 2Pnθ в степени 3 вторых n в знаменателе. E в степени минус энергии, деленная на температуру. Вот явный намек на каноническое распределение. А вот теперь этот элементарный объем. А вот давайте попробуем в этом многомерном пространстве написать результат в виде элементарного объема в сферических координатах. Как это сделать? В терминах P. Ну, судите сами. Вот у вас есть одна частица на плоскости. У вас эти сферические координаты превращаются в обычные полярные. Правильно? И у вас точка на плоскости задается модулем P, если это импульсное пространство, и одним углом, азимутом. Перешли в трехмерный мир. Модуль P и два угла. Азимут и полярный угол. Теперь две частицы. Это все равно, что новый вектор P только шестимерный. Значит, двумерный случай. Модуль плюс один угол. Трехмерный случай. Модуль плюс два угла. Шестимерный случай. Модуль плюс пять углов. И так дальше. Значит, то, чем мы оперировать здесь должны, по идее, это тоже шесть переменных. Сколько их тут? Трен переменных. Из них только одна, это модуль P. Все остальные углы. Но это углы обычные, которые рисуются на плоскости. Правильно? Но уже из двух углов в трехмерном мире мы строим телесный угол. Значит, здесь это тоже будет телесный угол, только не в трехмерном мире, а в трехнмерном мире. Как его строить? На эту тему можно поговорить, это займет всего лишь несколько минут. Нам важнее ввести его просто как понятие. Это будет, как обычно, d-омега. А что еще будет в этом элементарном объеме? Ну, смотрите. Двумерный случай. Элементарный объем. Ну, пусть в импульсном пространстве. Значит, что мы должны были сделать? P, D, P, D, FI. Если FI – азимутальный угол, да? А в трехмерном случае P квадрат, D, P, D. Омега уже трехмерный, телесный угол, да? Там сидит и DFI, и DT, это еще и синус, это все вместе. Хорошо. А здесь тогда что? Не чувствуете закономерности? Вам нужна размерность, она несет, ее несет только модуль P. Вы должны получить модуль P в степени 3N по размерности. Но ведь вам надо еще и приращение этого модуля указать. Значит, у вас будет P в степени 3N без единицы, D, P. Размерность соблюдена, D, P упомянуто. А все остальное – это телесный угол, элементарный. D омега трехмерный. На самом деле, смотрите, как это все подтвердить неким образом. Я могу сделать следующую вещь. Я вам просто покажу один шаг, а дальше будет видно, что идут повторы. Есть у меня какое-то N-мерное пространство. Здесь оно трехмерное, неважно. Значит, что мы знаем, если вспомнить вот об этом трехмерном случае. Значит, мы вводим какую-то ось, Z1, их будет много разных Z. Так, дальше мы устраиваем полярный угол. Ну, пусть он будет там, тета 1. И исходный наш вектор, пусть это будет R, неважно, не импульс, а обычный вектор, задающий положение точки. Значит, R мы проецируем на Z и проецируем на эту плоскость. Значит, у нас первая его проекция, Z1, это будет R косинус тета 1. А Z, вернее, проекция на перпендикулярную плоскость, ну, пусть это будет плоскость альфа. Z альфа будет R синус тета 1, верно? Но когда вы на эту плоскость пришли, вы на самом деле на ней рисуете ту же картинку. Эта же плоскость многомерная. Вы опять выделяете одну ось, на нее проецируете, у вас появляется Z2, только уже модуль этого вектора вот такой, правильно? Проецируете на Z2, получаете косинус тета 2. Проецируете на оставшееся подпространство, получаете R синус тета 1, R синус тета 1, синус тета 2, и вы оказались опять в этой картинке. И опять на выделенную ось, на плоскость. На плоскости оказались, на выделенную ось, на плоскость. Поэтому здесь все расписывается элементарным образом. Верно? А это все на самом деле можно считать осями Декартовой прямоугольной системы координат. То есть вы Декартовые координаты выражаете через сферические. Но осталась мелочь сделать в обратную сторону операцию. На самом деле осуществимо, там всего N штук измерений. Ну или 3N, конечное число у вас, формулы общего вида будут в ваших руках. Ну, правда, громоздкие. И вот это вот все отправится вот сюда. Потому что модуль-то первоначального вектора, но он здесь ничего интересного не придаст. Он каждый раз будет встречаться в первой степени. Ладно. Значит, это лирическое отступление, а мы вернулись сюда. Что мы делаем дальше? Наша цель построить распределение по энергии. Пока это только отчасти сделано. Вот здесь еще модуль импульса. Правильно? Но в действительности тут ничего особенно сложного нет. Смотрите. Вот так у нас энергия выражена через P. Правильно? Значит, я могу совершенно спокойно сказать, что P дифференциал P, я уже не буду писать 3N, я просто буду писать P за главные буквы, это дифференциал от P квадрат на 2, то есть это M дифференциал E. Верно? Значит, с дифференциалом P у нас все понятно. И еще у нас осталась какая-то большая степень от модуля P. Модуль P это 2ME в степени 1,2. И вот эти два утверждения мы отправляем в эту строку. Что мы получаем? Значит, я стер верхние строчки, но мы помним с вами, что это вероятность. Итак, поехали сюда. Получили единицу, деленную на 2Pmθ в степени 3,2N. E в степени минус энергия, деленная на температуру. Здесь у нас P в степени 3N-2. А дальше идет PdP. P в степени 3N-2. Это 2ME. Так, 3N-2 делим пополам. Получаем 3 вторых N минус единица. Правильно? И дальше P дифференциал P это M дифференциал E. И еще у нас стоит D омега. Нет. Почему? Вот здесь я первую степень P отнес сюда, к дифференциалу P. Значит, 3N-2. Пополам это как раз то. Так вот, это вероятность какого события, если говорить о, ну скажем, трехмерном мире? Это мы какой-то элементарный объемчик в импульсном пространстве выделили. Только он не трехмерный, а трехнмерный. И вот вероятность обнаружить систему в нем у нас перед глазами. Но чтобы говорить об энергии системы, о том, что мы выясняем вероятность того, что энергия лежит в заданном интервале около E, надо здесь выполнить интегрирование по шаровому слою, потому что в этом шаровом слое P квадрат всюду одно и то же, и значит энергия одна и та же. Значит, мне от этой величины надо выполнить свертку. И тогда это и будет W от E до E. Это будет интеграл вот от этой конструкции по углам. Верно? Значит, это будет интеграл от единицы, деленной на 2πmθ, в степени 3n пополам, E в степени минус, E в степени минус, энергия, деленная на температуру. Дальше ничего пока в порядок не приводим, как есть, так и пишем. 2mE в степени 3 вторых m минус единица, m дифференциал E, m дифференциал E, и мы интегрируем по dω. Вот я ту величину, по которой мы интегрируем, подчеркну. Ну, какие соображения? Судя по всему, ω не зависит от энергии. И значит, это интегрирование можно выполнить автономно. Но тогда просто получится трехмерный телесный угол, которого мы, правда, не знаем. Но это не страшно, как выясняется. Так вот, давайте учтем, что мы здесь проинтегрировали, а эти все коэффициенты давайте упростим. Что мы получаем? Ну, чтобы не забыть, омега трехмерная. А дальше пошли константы. Так, двойки. 2 в степени 3n пополам в знаменателе, 2 в степени 3n пополам в числителе и еще минус единица. Значит, одна вторая. Масса m. m в степени 3n пополам в знаменателе, в степени 3n пополам в числителе, еще минус единица, еще плюс единица. ушла. Пи. Пи в степени 3n пополам в знаменателе. Тета. Тета в степени 3n пополам в знаменателе и больше никаких перспектив. 3 вторых n. Что осталось? Осталось e в степени минус энергия, деленная на температуру. Энергия в степени 3 вторых n минус единица. Дифференциал энергии. Все было бы замечательно, кроме того, что мы омегу не знаем. Но мы знаем другое, что это распределение изначально снормировано на единицу. Почему? Мы начали с нормированных на единицу распределений для каждой частицы. Мы их перемножили, потом мы начали выполнять свертку. Мы свернули по всем углам, перешли по существу к интегралу по модулю p, а потом заменой переменных, в смысле не к интегралу, а к распределению по модулю p, а потом заменой переменных к энергии. Значит, если я теперь это распределение по энергии проинтегрирую, мне гарантированная единица. Нормировка есть. Вот с этой гарантированной единицей давайте и посчитаем дальше. Итак, единица равняется интегралу от w от e под e, и пределы интегрирования, естественно, от нуля до бесконечности, поскольку это p квадрат на 2m. Вот там представлен этот интеграл, вернее, представлен под интегральная функция. Значит, константы вытащим и получим омега трехомерная, деленная на 2, на π в степени 3 вторых n, θ в степени 3 вторых n. Теперь остался интеграл от нуля до бесконечности. С под интегральной функции e в степени минус энергия на температуру. Энергия в степени 3n пополам минус единица. И все это интегрируется под e. Так, а дальше делаем простую вещь. Это будет у нас часто встречаться в ближайшем будущем. Обезразмерим этот интеграл. Вытащим в качестве, ну, вернее, воспользуемся в качестве новой переменной безразмерной величиной e к θ. e к θ назовем x. Результат такой. Продолжаем вычисление. Трехомерный телесный угол, деленный на 2, на π в степени 3 вторых n, на θ в степени 3 вторых n. Дальше. Энергия e – это просто θ x. Из вот этой степенной функции выкатывается θ в степени 3n пополам без единицы. Из d e еще раз θ. Значит, всего θ в степени 3n пополам. Интеграл от нуля до бесконечности уже по x. Вот e в степени минус x. x в степени 3n пополам минус единица. Интегрируем по dx. Ну, первое, чего мы добились, это мы действительно все параметры задачи из-под интеграла вытащили. То есть достаточно сказать, что это некое число. Больше уже в иных задачах и не требуется. Но мы-то на самом деле преследуем цель посчитать омегу. Ради этого все сейчас предпринимается. Если посмотреть на спецфункции, то здесь интегральное представление для гамма-функции Эйлера. Это будет гамма с аргументом 3n пополам. Верно? Дальше есть эккурентная формула, есть таблица. В общем, это уже понятное число. И все это вместе равно единице. А еще вдобавок у нас очень удачно сократились температуры. Было бы странно, если бы телесный угол был функцией температуры. Впрочем, если почитать публикации, которые идут сейчас из нормальных издательств, а это значит без редактора, там можно увидеть все, что угодно. Нужно только терпение, чтобы поискать книжку. Итак, трехмерный телесный угол как оказывается, равен 2π в степени 3 вторых n. И все это поделено на гамма-функцию с аргументом 3n пополам. На всякий случай проверим. Пусть n равняется единице. Омега получится тогда в каком виде? 2π в степени 3 вторых. А гамма от трех вторых это как раз корень из π. Так, что-то мало мы получили. Сейчас, правильно, то, что мало. Это 1 вторая корня из π. Почему? Гамма от одной второй это корень из π. А дальше у нас есть гамма от z плюс единицы и z гамма от z. Значит, вот здесь корень из π, здесь 1 вторая. Вот все вместе и получится. То есть 4π в наших руках. Ну, все хорошо. Такая элементарная проверка показала, что вроде бы ошибок нет. Теперь у нас есть распределение по энергии. Вот здесь фигурирует этот полноинтересный угол. Значит, мы его сейчас здесь процитируем и все упростим. Посмотрим, что из этой истории получится. W от e до e равняется. Так, 2 в числителе, в омеге, двойка здесь, сократились. π в числителе в степени 3n, 3 вторых n, да? π в знаменателе 3 вторых n тоже сократились. И у нас осталось вот эта вот единица на тета в степени 3 вторых n, а из омеги, поскольку в омегу мы встаем числитель, то в знаменателе уходит гамма-функция. И это все. Единица, деленная на гамма от 3n пополам, тета в степени 3n пополам. Вот он, нормировочный множитель. А дальше е в степени минус энергия, деленная на температуру, энергия в степени 3n пополам без единицы, дифференциал энергии. Ответ готов. Дальше начинается обсуждение результатов. Ну, поначалу давайте попробуем построить хотя бы два графика для двух разных n. Что получится? Первое n это единичка, второе n это двойка. Итак, w от n. Если n равняется единице. Я не собираюсь сюда подставлять числа, меня интересует другое. Значит, степень е вот здесь. Это е в степени 1 вторая. Правильно? Посмотрим на асимптотику этого распределения. То есть вот на то, как эта часть себя ведет. Одна асимптотика – малые значения е, по сравнению с θ, другая – большие значения. Если е много меньше θ, экспонент это единица. Дальше только поправки. Значит, мы получаем корень из е, то есть лежачую параболу. Так? Ну, что-нибудь в таком духе. Это вспомогательная пока кривая. Если у нас большие значения энергии, то экспоненты перебивают любой конечный степенной рост, и мы получаем там что-то в духе экспонента. Ну, и если это все объединить, мы получим что-то вот в таком плане. Если посмотреть на вероятнейшее значение, по-моему, мы неделю назад считали, тут получится θ пополам. А если посчитать среднее, то будет 3 вторых θ. Но эта точка ничего выдающегося на графике не показывает. Ровным счетом ничего интересного. Теперь пусть n равняется 2. Но тут такая история. Если я буду считать среднюю энергию, мы сейчас это, в общем-то, прикинем, я думаю, успеем, то она уйдет, потому что для каждой частицы будет 3 вторых n, а частицы уже 2, значит, мы должны воскакать сюда, вдвое дальше. Чтобы вести сопоставление, лучше эту точку держать на месте. Поэтому здесь у меня будет результат поделен на n. Я буду каждый раз сжимать шкалу так, чтобы вот эта опорная точка стояла на месте. Но чтобы нормировка сохранилась, здесь придется помножить на n. Потому что площадь под распределением должна давать мне единичку. Так, хорошо. Так что же будет, если е равно двум. Здесь будет е квадрат. И значит, начинать-то мы будем с параболы, а потом снова в экспоненту. И вот что-то в таком духе. И уже как-то вот эта точка ближе к максимуму. Надо будет сейчас еще посчитать наивероятнейшую, но достаточно взять производную по энергии. А если мы возьмем хотя бы 10 штук частиц, тогда здесь у нас будет е в степени 14. Это значит, у нас сама функция и первые ее 13 производных нулей в начале координат. Значит, мы получаем что-то вот такое. И вот дальше мы поехали. на самом деле надо табулировать поаккуратнее, потому что мы должны получить весьма острый пик. А если вы поставите n порядка числа Аввагадра, вы не отличите результат от дельта функции. По крайней мере, на картинке. Так вот, давайте теперь найдем наивероятнейшее значение. Это все были разговоры про то, что это пополам при n равном единице. Ну и дальше среднее. Так. Е наивероятнейшее. Как ищем? d w от e по d e равняется нулю. На самом деле, это всего лишь необходимое условие. Здесь может быть и максимум, и минимум. Числовая константа на результат не влияет, значит, мы дифференцируем произведение этих двух сомножителей и больше ничего. Что получаем? Дифференцируя первый минус единицу на тета, e в степени минус энергия, деленная на температуру, и дальше энергия в степени 3n пополам минус единица. Это из произведения я по e продифференцировал первый сомножитель. Теперь второй. Плюс e в степени минус энергия, деленная на температуру. Следующий сомножитель 3n пополам минус единица. И последний сомножитель это энергия e в степени 3n пополам минус 2. Скобочки закрыли, и все это равно нулю. Что дальше? Вытаскиваем общие множители. e в степени минус энергия, деленная на температуру. Энергия в степени 3n пополам минус 2. Что остается? От первого слагаемого экспонента мы утащили, e в степени 3n пополам минус 2 вытащили, осталось e. и делим на минус тета. Значит, минус e к тета. Вот что получилось. От второго слагаемого только круглые скобки, 3n пополам без единицы. И вот это все вместе равно нулю. У нас 3 сомножителя. Первый сомножитель равен нулю, если e устремить к бесконечности. Ну так и есть, оно же имеет горизонтальную асимптотику. Значит, в асимптотике производная равна нулю. Производная по e. Второй сомножитель. Если только n больше единицы, ну хотя бы двойка, обнулиться, если мы рассматриваем энергию равную нулю. Ну это опять минимум. И вот только третий сомножитель отвечает максимуму. И тут получается, что e наевероятнейшее это 3n пополам без единицы, умноженное на θ. Так что в случае одной частицы это действительно θ пополам, а в случае двух частиц это будет, соответственно, двойка, два θ, но мы поделим на n, получим θ. То есть уже наевероятнейшее приближается сюда. Вот где-то тут оно должно быть. Я немножко вправо сдвинул. Ну и так далее. Если мы рассмотрим случай, когда n много больше единицы, то e наевероятнейшее деленное на n, чтобы вернуться в эту шкалу, это будет 3 вторых минус 1n умноженное на θ. То есть эта точка приблизится, ведь с ростом n все ближе и ближе к среднему значению энергии. Ну и осталось посчитать там e среднее, e квадрат среднее. Ну рецепт-то я успею выписать, а дальше ну атом. e среднее. Это будет дробь. В числителе будет интеграл от e w от e до e и делая интегрирование 0 бесконечность, а в знаменателе интеграл w от e d e. Да, он, конечно, равен единице, никто не спорит, но на самом деле здесь можно действовать по-разному. Либо вы напишите, что это единица, и будете считать интеграл числительно со всеми коэффициентами, либо вы воспользуетесь этой записью, но от этого распределения уйдете в ненормированное, то есть забудете о числовом коэффициенте и будете держать только, так сказать, зависящее от e вклада. Так и сяк. Но вы должны получить в конце концов 3 вторых n тета. Но это вы должны. Сталкиваясь опять с гамма-функцией Эллера в ее интеграмме представления. e квадрат средняя аналогичным путем, ну, например, все-таки в версии интеграл от нуля до бесконечности сразу с нормированным на единицу распределением e квадрат дальше w от e дифференциал e равняется. Ну, понятно, что вы там столкнетесь с гамма-функцией Эллера уже не от 3 n пополам, а на двойку большей. Здесь у вас будет на единицу большее в числителе, а там будет на двойку. Если теперь e квадрат среднее взять и вычесть e среднее в квадрате, у вас получится дисперсия. И вы увидите, что дисперсия растет пропорционально n. Это надо вычислить и увидеть на своей бумаге. А раз это так, то относительная флуктуация, то есть результат как корень из дисперсии, деленный на среднее значение энергии, у вас будет убывать как единица на корень из n. И значит, вы просто вот вручную покажете, что в относительной шкале ваше каноническое распределение сближается с микроканоническим, где в термодинамическом масштабе энергии вообще нет права на дисперсию. Она зажата в той полосе, которая в термодинамике не прощупывает. Ну что, осталось сформулировать домашнее задание. Все очень просто. Мы сейчас рассматривали 56-ю задачу, а дальше идут релятивистские штучки. Вот их тоже домой. До конца этого параграфа задача 60-я последняя. И тем самым мы распределение максимума сегодня закончили две недели на то, чтобы отметить это в журнальчике. Так, третье задание закрывается сегодня. На сегодня хватит. Все. Спасибо, всего доброго.